Музыка Не употребляйте в своей речи конфликтогены Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген Проявляйте эмпатию к собеседнику Делайте как можно больше благожелательных посылов Этническая напряженность и конфликты порождаются не самим фактом существования этносов А политическими, социально-экономическими, историческими условиями и обстоятельствами В которых они живут и развиваются Этнический конфликт это такая социальная ситуация Которая обусловлена не совпадением интересов и целей отдельных этнических групп В рамках единого этнического пространства Или этнической группы с одной стороны и государства с другой Выражающиеся в стремлении этнической группы изменить свое положение В отношении с другими этническими группами и государством Межэтнические конфликты относятся к межгрупповым Но в отличие от бытовых межгрупповых конфликтов У этнических конфликтов существуют свои особенные причины Например Одной из самых частых причин поступают территориальные споры А также миграция, перемещение, историческая память, стремление к самоопределению Борьба за материальные ресурсы или их перераспределение Претензии на власть национальных элит И прежде всего конкуренция между этносами в сфере разделения труда Есть несколько правил, следование которым поможет избежать недопониманий и напряженности Очень важно знать символику и культуру своего собственного этноса Знать коммуникативную символику чужого народа Понять, что все культуры равноценны Вести себя естественно Информировать партнера о своих интересах, ценностях, обычаях, если об этом спросят Искренне интересоваться культурой, ценностями, стереотипами других народов Постараться увидеть мир чужими глазами При сохранении своей этнической идентичности Очень важно изучать культурные разноклассия и различные подходы к коммуникации Это позволяет и предвидеть, и предотвращать возможные конфликты Прогнозировать поведение партнеров Избегать ошибок в управлении и общении У всех конфликтов существует одинаковая формула И внутриличностный, и межличностный, и межгрупповой конфликт развиваются одинаково Давайте разберем, из чего состоит формула конфликта Прежде всего, это конфликтная ситуация Конфликтная ситуация Это накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину конфликта Второй компонент Инцидент 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 – это такое стечение обстоятельств, которое является поводом для конфликта Поэтому конфликт – это открытое противостояние, как следствие взаимоисключающих интересов и позиций Чтобы разрешить конфликт, очень важно устранить оба компонента Исчерпать инцидент и устранить конфликтную ситуацию Многие ученые выделяют аналогичные способы выхода из конфликтной ситуации Мы с вами сегодня рассмотрим двухуровневую модель решения конфликтов Томаса и Келмана Для конструктивного решения конфликта необходимо помнить Что любой из предложенных вариантов решения конфликта Может быть эффективным для конкретной данной ситуации Прежде всего, это уход Уход может выступать одним из этапов решения конфликта Если представить вектор, направленный к сотрудничеству То, двигаясь по этому вектору, мы будем стремиться решать конфликты наиболее эффективно, наиболее конструктивно В данном случае сотрудничество это самый конструктивный метод решения конфликта Компромисс, который находится посредине Можно рассматривать как промежуточный этап И как самостоятельный этап разрешения конфликта Когда учитываются интересы партнеров частично Наполовину Или решение Спора Откладывается на некоторое время Чтобы избежать конфликтов Прежде всего, нужно соблюдать правила бесконфликтового общения Не употребляйте конфликтогены Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген Проявляйте эмпатию к собеседнику Делайте как можно больше благожелательных посылов На территории Ишима и Ишимского района Проживает очень много представителей различных этносов И конфессий В мире и согласии Многие столетия Надеемся, что наша сегодняшняя тема Поможет вам сохранить мир на вашей территории Редактор субтитров А.Семкин